Приветствую вас на канале Знахарь. В древние библейские времена, когда цари иудейские, израильские грешили перед Богом и делали мерзко для Бога, они на самом деле оставались у власти этих царств, и в летописях Израиля и Иуды о них написано. Некоторые цари ходили правильно перед Господом, но все равно что-то делали неправду, да? Господь не спускался к ним и сразу не карал. Они продолжали, так скажем, царствовать на троне. Я небольшой такой отступление. Теперь смотрите, я для размышления это говорю. Теперь средние века папства, это христианская церковь вообще отошла от Бога, да? Куча посредников, кровь, костры инквизиции. Времена Мартина Лютера. Папа, ну, вообще, возомнил в себе, что он Бог на земле. Там про Святого Духа никто не говорит. Это сам наместник от Бога, все. Ему покорена Европа. А главное казна. Он может расточительствовать. Он делает такие всякие проекты. А казна пустует, да? И вот когда начинает казна мельчать, там уже ничего нету, вызывает кардиналов, кардиналов других, хепископов. И на ландшафты христианской Европы выходят проповедники, которые говорят об Аде, о том, что гореть вам. Но можно маленько не гореть, если вы маленько заплатите, да, тайлеры. И вот так вот росла структура, пока реформы не коснулись. Вообще, вера живая, она всегда сопровождается реформами, если она настоящая живая вера. Теперь перенесемся в наши дни. Вот поместная церковь. Я не буду конкретизировать. Поверьте, я знаю, что говорю. Поместная церковь. Прекратились рождения, да, крещения очень мало. Уже номинально подтягивают, чтобы больше было крещения. Сверху даются какие-то негласные такие разнарядки. Столько надо денег на каждую голову, да. Столько надо крещенных. Это система. Я не буду критиковать. Церковь это не церковь. Но они говорят о Христе. И ничего не происходит. А если что-то происходит, в общем, там один-два человека крещения. Потом отпадают. Но и это все. Обо всем говорится. Это остановка поезда. Это к чему-то надо готовиться. Это всегда так. Никто не говорит, что масла в светильнике нет. И светильник коптит. Все. И что надо делать? Надо каяться. Искать грех. Делать рокировку. Потому что человек, который учитель или какой-то вождь или присвященный, он должен меняться. Должны быть рокировки свежей крови. Потому что вера живая. Если церковь живая. Это война же. Война духовная. Невидимая брань. Но такого человеческого сущности. Такая она все раздувается. А надменность ведет к падению. Бог никогда не придет и скажет. Ну-ка уйди. Это будет происходить, пока оно полностью не закоптится. Это так. Вот представь. Но все равно. Продолжает она существовать. Это поместная церковь. Я абстрактно говорю. Но вы все поймете. И вот. Календари. Книги. Золотые стихи. Прям. Тун-тун-тун. Все. Прям как в Библии каждому мирскую. Потом закрывается все. И на праздники начинают славить Бога. Все верующие. Сколько вот есть там в общении. Там по местности. И начинают славить Бога. Радостно. Это правда радостно. Только славить Бога. Это делать Его известным. Известным Бога делать среди своих. Это называется тренинг. Это вариться в собственном соку. Не обманывайте сами себя. Славить Бога. Это рекламировать Бога. Это делать Его известным. Это не стыдиться говорить сельским советам, городских советам, патрулям милицейским, полицейским. Это надо говорить о Боге. Как бы у виска не крутили. А у себя говорить это не так. Теперь представьте другой момент. Представляете? Я просто, ну, ну как, вы поймете. Вот Христос идет с учениками. И кто несет казну, говорит, трави, у нас денег мало, что делать? Сейчас я людей соберу и буду проповедовать. Говорит людям народ. А вы знаете, что в Библии написано больше всего? Все. О тебе, о любви, о том-то. Нет. Больше всех в Библии написано о деньгах. Это такая речь. Похоже на средние века, да? Да, вот. Смотрите, как вы будете гореть в воду. Это фильм Мартин Лютер. Он над пламенем в ладошку. И люди боятся и дают деньги. Жертвенность. Она не просто добровольно. Ты спать не будешь, ты отдашь. Как-то бабушка. Она последняя по деле. Она все отдаст. Я слышал от таких бизнесменов, которые себе десятую часть оставляют, а остальное на нужды церквей, на нужды верующих. Если существует церковь, в случае слова церковь, оно как табу, нельзя ты. А церковь – это собрание. И собрание может посвящаться всякому. Коммунистическое собрание, да? Партийное собрание. Собрание сатанистов. Собрание атлетистов. Церковь и так далее. Поэтому, когда в каких-то поместных церквях нельзя говорить о чем-то, это кому-то выгодно. Когда нельзя говорить слово «дьявол», как он себя ведет, кто он такой, запрещают, не надо славить. Это говорит о том, что никто не дает, что дьявол не хочет, чтобы о нем знали. Его характер. Как бороться с врагом рода человечества. А он очень хитрый, да? Я не славаю. Христос сильнее. И все говорят, Христос сильнее. Конечно, сильнее. Если ты его слышишь, если светильник у тебя не коптит, а горит, тогда ты силен во всех. И никакие оккультные, никакие сдержки тебя не коснутся. И не надо тебе фильтровать. Ты стоишь, и рядом Христос. Аллилуйя.